Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой новый влог! Сегодня у нас 10 мая, на часах 12.06. Вчера, в воскресенье, я ничего не снимала, так как был день мамы, моей мамы целый день не было дома, но ее подарок на заднем плане, сейчас вам его покажу. В общем, сегодня я решила не снимать для вас влог с самого утра, не показывать завтрак и так далее, потому что я это показываю каждый день, и многие пишут, что типа уже понятно, что во влоге будет. Поэтому я решила, что когда у меня будет возможность, я буду стараться как-то разнообразить эти видео. Например, сегодня я еду в Милан с моей подружкой, итальянкой Валентиной. Мы едем в Милан, потому что у нее скоро день рождения, она хочет выбрать себе наряд, и она попросила меня поехать с ней. Так как сегодня у меня нет каких-то особых дел, я решила, почему бы и нет, давай вместе поедем. Кто меня смотрит очень давно, где-то с 2015 года, точно помнит эту девочку, потому что когда-то, когда я только начинала снимать влоги о жизни в Италии, я снимала еще тогда на мой старый Samsung, у меня не было ни камеры, ни компьютера, ничего, то я все время снимала влоги с ней, с ее парнем, с итальянской компанией. Когда-то я была в одной итальянской компании, с которой выходила. За все эти годы, что мы дружили, иногда не дружили, потому что у нее были какие-то семейные обстоятельства, она уже родила ребенка, ее девочке уже 4 года, поэтому да, сегодня я вам ее покажу. Она знает, что я постоянно снимаю видео, поэтому она очень такой коммуникабельный человек, и всегда тоже что-то рассказывает на камеру, снимает какие-то трансляции в Инстаграме, поэтому мне с ней будет довольно просто в плане съемки влога и общения, потому что мы на одной волне. Но на самом деле сейчас в моей жизни присутствуют только те люди, которые со мной на одной волне, и это очень круто, потому что раньше, когда я даже хотела с кем-то тут подружиться, люди, возможно, когда понимали, что я блогер и очень часто снимаю свою жизнь, не то, что как-то негативно реагировали, но, возможно, не хотели, чтобы я их как-то снимала, и это абсолютно нормально, я никогда никого не снимаю без разрешения. Но очень круто, когда тебя окружают такие же творческие люди, как и ты, когда ты снимаешь влог, они как-то принимают в этом участие, пытаются тебе не то, что помочь, а просто как-то вот разнообразить контент. И это круто, потому что, блин, я понимаю, что я с этими людьми на одной волне, и куда бы я с ними ни пошла, я могу взять с собой камеру, что-то подснять, даже не столько для влога, сколько просто вот даже для себя, потому что на самом деле YouTube-канал мой, это даже вот как дневник моей жизни, это будет круто пересмотреть все вот эти видео, которые я делаю сейчас, там через лет 10-20, там показать их моим детям, например. Поэтому я очень рада, что моя жизнь связала меня с YouTube, мне нравится снимать, каждый день я просыпаюсь, застаю камеру, и это приносит мне огромное удовольствие. Сейчас перестаем болтать, так как у нас 12.09, мне, по сути, нужно бы уже обедать, но я все-таки начну с завтрака. Наверное, я сделаю себе овсянку с клубникой, и потом мы уже начнем собираться, одеваться в Милан, у нас пасмурная погода, думаю, будет снова дождь, короче, ничего не меняется. А, единственное, что поменялось, мой сосед перестал сверлить, и эта неделя начинается очень круто, вот сегодня понедельник, и я прям проснулась и чувствую, у меня вот прет позитивная энергия, потому что все идет вот гладко, по плану, так как нужно. Я и проснулась сегодня в нормальное время, и сосед не использует дрель. С подружкой еду в Милан, короче, будет интересно, поэтому беру вас с собой. Кстати, моя мама вчера по дороге с гор заехала в супермаркет, и взяла мне Dolce Gusto вот такой называется Almond Macchiato, типа Macchiato с молоком из миндаля. Не знаю, я вообще отказалась от кофе, но мне очень хочется попробовать этот напиток, думаю, попробую его сегодня вечером на перекус. Написано, что веган. В принципе, я не веганка, но так как нет здесь коровьего молока, мне уже это огромный плюс. И купила также вот такое холодное кофе. Знаете, похоже на вот эти баночки, как у американских блогеров, как они все время утром свеливают холодный кофе со льдом. Тоже надо будет попробовать. Не знаю, я кофе уже вообще прям очень-очень редко пью. Раньше я прям была как наркома. Мне кажется, тут моя мама, она уже от кофе не сможет отказаться. Она пьет реально его каждый день в несколько чашечек. Ну, как все итальянцы, они тут реально на кофе просто помешаны. Субтитры сделал DimaTorzok. Ребята, я уже иду на станцию. Думаю, Валентина меня там уже ждет. У нас поезд примерно в 2.40. Где-то минут 35 нам ехать до Милана. Погода вроде бы налаживается. Я даже пожалела, что взяла такую теплую куртку, потому что мне уже становится жарко. Еще я решила вот так немножко странно заколоть волосы, потому что они уже грязные немного. Но одновременно я не хотела делать себе хвостик. В общем, ладно, едем. Мы уже приехали в Милан, ребят. И сейчас направляемся в центр. Со мной моя подружка Валентина. Привет. Она немножко тоже говорит на русском. Я ее не раз учила. В общем, первое, что мы хотим сделать, это, конечно же, пройтись по всем магазинам. И также мы хотим вместе покушать и попробовать чай Фрэнки. Точнее, я хочу его взять. Она хочет попробовать, так как она еще ни разу его не пила, а в нашем городе его не пройдет. Поэтому каждый раз, когда мы приезжаем в Милан, все время идем туда взять этот чай. Погода, кстати, очень даже классная. Нет солнышка, но на улице довольно тепло. Идеальная погода для вот пешей прогулки по городу. Единственное, что мешает, это пух, который летит с деревьев. Я, слава богу, не аллергик. Меня представляет, как сложно сейчас людям, у которых аллергия на это все, которые чихают и так далее. В общем, продолжаем наш влог. Ребята, мы пришли в первый магазин. Это H&M. И я уже здесь была. Прошлую неделю с моей мамой посмотрим, что здесь продают. Я, кстати, себе в прошлый раз так ничего не смогла найти. Может, в этот раз что-то себе возьму. В H&M, ребят, мы так ничего и не нашли, поэтому направляемся сразу в Зару. Валентина хочет купить себе костюм на день рождения, штаны и пиджак. Я ей сразу сказала, пошли в Зару. Там большой выбор, но она нет. Давай пойдем еще в H&M. Мы пошли и все равно идем сейчас в Зару, потому что выбор здесь никакой. Ребята, в итоге мы очутились в Бершке. Я уже, если честно, устала ходить по магазинам. Меня уже тошнит. Сегодня я пришла больше составлять компанию, но в Бершке в прошлый раз я не была, поэтому я решила тоже взять и померить тут пару летних топиков. И нашла, кстати, очень необычные черные штаны, которые я тоже хочу померить. Очень жарко, уже устала, уже хочу домой. Ребят, вот эти необычные штаны я решила померить по бокам. У них есть такие вырезы, с этой стороны тоже. В принципе, мне они нравятся. Хотя здесь сзади они немножко велики. Ваша оценка пишите в комментариях. Вторая вещь, ребят, это вот такая юбка. Очень в таком тинейдерском стиле. Очень жаль, что снизу нет шортиков, но вообще она очень-очень крутая. И даже с вот этими моими белыми кроссовками какой-то вот такой кроп-топик. Мне кажется, это отличный вариант летом куда-то пойти с друзьями погулять, например, или в какой-то парк. Не знаю, она мне очень нравится. Она очень-очень удобная. Материал приятный, мягкий. Это, кстати, тоже Бершка. Единственное, что мне не нравится, это вот эта этикетка здесь. Если бы ее не было, было бы покруче. В Милане, кстати, не было сегодня много людей. И погода немножко странная, то тучи, то солнце. Но, слава богу, не было сильно жарко, так что мы сильно не страдали и смогли даже нормально прогуляться. Ребята, всем еще раз привет. Сегодня у нас уже 12 мая. И так как прошлый влог, прошлый день я не доснимала до конца, хотелось бы все-таки не прерывать его просто на обычной поездке в Милан, а сделать какую-то нормальную, адекватную концовку. Сегодня у нас уже 12 мая. И после того, как мы приехали в тот день в мой город, начался очень сильный ливень, соответственно, я не смогла больше ничего подоснять, потому что мы очень долго бежали на другую станцию, куда приехал забрать Валентину и ее друг. И потом приехал за мной мой парень, был жуткий ливень. Мы потом пошли вместе в спортзал. И, в общем, как-то так получилось, что ничего я в итоге не сняла. Вчера у меня был день не то что отдыха, а какого-то выгорания. Я рассказывала вам об этом в моем инстаграме. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Там всегда выходят самые свежие новости. И, в общем, я рассказала вам о том, что у меня немножко не то что сложный период. Я вот заметила, что из-за того, что я снимаю каждый день, наверное, раз в неделю у меня происходит такой день, когда нужно собрать все свои мысли в порядок. То есть их очень много. И я просто не знаю, с чего начать. И реально включаю камеру и тупо не знаю даже, что говорить. Плюс вчера был дождь, плохое настроение. В общем, все вот так вместе навалилось. И мне кажется, это был знак, чтобы я ничего не снимала, потому что влог и так получился бы скучным. Поэтому, да, я прочитала комментарии под моим прошлым влогом, и многие написали, где микролновка, что с ней почему-то я не показала. И на самом деле мне самой этой ситуации становится смешно, потому что я-то вам показала коробку, потом уехала с друзьями гулять, и как бы в конце не показала вам вообще, как она выглядит. Поэтому давайте прямо сейчас я вам покажу. Это Samsung. Думаю, если вы смотрели прошлый влог, то вы видели, что мы выбирали между вот этой и черной. В итоге выбрали вот эту посветлее, на ней пыль меньше будет видно, и она хорошо вписывается в такой светлый интерьер на кухне. Здесь тач-кнопки. Я очень рада, что нет обычных кнопок, потому что туда попадает пыль, грязь. И, в общем, вот такая она. Будем пользоваться. Примерно через часик придет моя мама, и мы вместе едем в соседний город, в русский магазин, так как она хочет снять рецепт каких-то сырных ватрушек на свой канал. Поэтому я решила, чтобы этот влог не получился слишком коротким. Я возьму вас с собой в эту поездку и, конечно же, покажу, что мы купили. Ребята, мы уже вышли из дома, и сейчас идем на вокзал. Мне, кстати, нужно сейчас в телефоне быстренько взять также нам билеты. Едем в русский магазин с мамой. Договорились не покупать слишком много всего и держать себя в руках. Надеемся, у нас там и получится. Я надеюсь. Тебе что нужно купить? Тебе нужно купить корок и виск. Я вам говорила, что мама хочет сделать сырные ватрушки на свой канал. Кстати, последний ее видеоролик очень хорошо вам зашел, понравился, как мы видим по просмотрам. Если вы еще не видели видео, обязательно посмотрите. Мы с мамой сняли рецепт рыбы в сливочном соусе на сковородке. Очень классный рецепт получился. И действительно очень вкусное блюдо. Идеальный вариант для обеда или ужина для всей семьи. Продолжение следует... Сходили мы, ребята, в русский супермаркет, закупились и взяли вот такое мороженое. Блин, это просто вкус моего детства. Я помню, когда я была маленькая, ты посылала меня в магазин. Оно стоило 50 копеек. И мы брали просто на всю морозилку. Я помню его по 20 копеек. Ну, ты еще помнишь по 20, я уже помню по 50. Это самое вкусное мороженое. Хоть и в Италии есть джелатто, да, тоже мороженое, вот это на развес. Но я вот это люблю больше всего. Просто вкус детства. Ребята, мы уже в поезде возвращаемся домой, съели по мороженому. Также я взяла вот такие семечки чищенные. Взяла чищенные, потому что если их чистить, то это либо до свидания зуба, с которыми у меня и так проблема, либо до свидания ногти. Дома вам уже покажу все наши покупки. Ну, а семечки это вообще для меня как ностальгия за моим детством. Потому что я жила в деревне в Украине, и мы очень часто собирались на плавочке у кого-то возле двора. Покупали себе семки, кушали, разговаривали, болтали с кем-то. Приятные воспоминания. Ну что, ребят, показываю вам быстро, что мы купили. Так, халва. И вот это мясо, это моей бабушке. Она попросила нас купить. Дальше мы купили вишни. Моя мама хочет сделать брауни еще один. Дальше я вам в поезде уже показывала семечки. Мы чуть-чуть покушали с мамой. Очень много вот этих сырков. Я взяла с сгущённым молоком. Сметана, потому что я борщ хочу сварить. Очень много творога. Вот я беру вот такой 15% для сырника. Вот еще творог. И еще творог. Это уже вот на ватрушке будет. Также я взяла вот такое желе. Иногда себе позволяю кушать на десерт. Оно, в принципе, не сильно калорийное. И все остальное, это тоже сырки. Вот такие еще с карамелью. В принципе, все. За это мы потратили где-то 20 евро. Цены там, конечно, не самые дешевые. Но, понятное дело, продукты привозят сюда издалека. Поэтому соответствующие цены. У нас уже почти 7 часов вечера, ребят. Я пришла на балкон немножко поработать. Пью чаек. Слушаю детей в парке. На этой позитивной ноте хочу закончить этот влог. Спасибо большое, что вы его посмотрели. Мы увидимся с вами совсем скоро в моих новых выпусках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok